Как совершенствовать систему подготовки учителей? Сегодня этот вопрос обсуждали в Чувашском государственном педагогическом университете. Круглый стол с преподавателями, студентами, работодателями прошел с участием главы республики. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Утро будущего педагога начинается в читальном зале. Чтобы стимулировать растущий интерес к литературе, в библиотеке вуза развивают современные технологии. У каждого студента появился онлайн-кабинет. Чтобы забрать книгу, необходима кампусная карта. Это быстро, удобно и современно. Нам очень нравится, что сейчас есть такая функция. Они могут проверить у себя в личном кабинете, какая книга у них за должности, какой они еще могут пользоваться. Но еще 10 лет назад о таких технологиях и вообразить было трудно. Все меняется стремительно. За последние годы только на развитие образования республики из бюджета направили многомиллиардные суммы. Глава региона отметил, что в перспективе по своей оснащенности и сельские школы не должны ничем уступать городским. Для вас тоже огромные перспективы открываются. Наша задача вместе с вами принять вот эти ответственные решения. И садики открываем новые современные инновационные. Потребность в педагогических кадрах будет только расти. Если в этом году в муниципалитетах республики было открыто три новые школы, то в следующем возведут еще одну в микрорайоне Новый город. Вакансий сотни, но необходимы квалифицированные специалисты, которые готовы работать в реалиях постоянно развивающейся системы образования. Немаловажный аспект – уровень заработной платы. Вот данные последнего соцопроса, проведенного в университете. Более 70% выпускников вуза хотят получать до 50 тысяч, но при этом только каждый пятый студент планирует и дальше работать в районе. Следующий важный момент – значит, вы будете работать после окончания. 63% говорят, да, мы определились, будем педагогами работать. Но из этих 63-х, 60% говорят, да, если смогу устроиться на интересующее меня место работать. И настраивает на ту мысль, что иногда мы управляем своих детишек, лишь бы получить высшее образование. Но, конечно же, поступать в вузы выпускники школ должны осознанно, чтобы потом не пожалеть о своем выборе. Эту проблему могут решить целевые приемы в университет, когда за обучение студента и будущее трудоустройство ручается работодатель. Все меньше и меньше молодых людей берут целевое направление. Я считаю, что действительно будет правильно, если студенты, которые взяли целевое направление, будут выплачивать какую-то стипендию во время обучения. Предложение Оксаны, которая получит диплом, в следующем году глава региона поддержал. Решить проблему с кадрами отметил Михаил Игнатьев. Должна и программа «Земские учители». Наша задача – обеспечить ежегодно специалистами по своей компетенции. В рамках программы «Земский учитель» выпускникам вузов, приехавшим на село, будут выплачивать миллион рублей подъемных. Сейчас у большинства школ острая потребность в преподавателях технологии, математике, физике и иностранных языков. А вот количество студентов из-за рубежа в университете растет. Недавно здесь был открытый центр китайской культуры. Наш выпускник магистратуры будет получать два диплома. Один диплом российский, другой китайский. Сегодня 20% у нас доли иностранных студентов. Это очень хороший показатель. Григорьев Александр приехал учиться в республику из Ямало-Ненецкого автономного округа. И сейчас работает в Чебоксарах преподавателем истории. Конкретно первый год я дал сам себе такой пробный. Понравится – останусь, не понравится – уйду. Но именно в школе чувствуется постоянная поддержка молодых специалистов. Качество образования в республике в следующем году оценят международные эксперты. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков. Республика.